Под небом голубым есть город золотой. Как удивительно подходят эти слова городу над Бугом. Город с чистыми улицами, домами, с приветливыми жителями и чарующей атмосферой не может оставить равнодушными ни Брещан, ни его гостей. Современный Брест не может не радовать, но каким он был раньше? На этот вопрос ответила Татьяна Мухаровская, представившая в преддверии Дня города в рамках проекта Брест на страницах семейных альбомов около сотни фотографий, на которых можно увидеть наш город как в прошлом, так и в настоящем. Раритетные снимки и современные фото этих же мест позволили окунуться в историю и сравнить изменения, произошедшие за долгие годы. Когда я пересматривала фотографии, выясняется так, что фотографии чаще всего делаются в тех местах, где люди встречаются. И эти места как-то странно совпали с теми местами, которые у нас на плане города являются перекрестками. Ну, помимо всего прочего, в этой выставке есть фотографии, сделанные на набережной в разное время и сделанные в парке. Это тоже своего рода перекрестки, опять-таки, где встречаются люди, где они отдыхают, где они знакомятся, где они разговаривают. Эта выставка, она сборная, она берет, то есть в этой выставке есть и новые фотографии, которые я сделала, и фотографии те, которые я делала где-то раньше. Вот, просто вот она собралась в городские перекрестки, потому что был Брест польский, были портреты горожан, были места отдыха горожан, а потом добавились еще, собственно говоря, некоторые места. Как собиралась историческая коллекция Татьяны Мухаровской, как определялись места съемок уже современных объектов, а также весьма интересные факты истории нашего города были изложены самим автором, гостям экспозиции. Фотовыставка вызвала неподдельный интерес у брестской публики. Не всякий имеет возможность лицезреть, как изменялся брест на протяжении последних 200 лет. Не всякий может увидеть фотографии открытки этого периода. Историческое свидетельство долгое время хранилось в семейных альбомах горожан и самой Татьяны Мухаровской. Работа над каждой фотографией очень долгая и кропотливая, но она приносит свои плоды. И сегодня каждый желающий может окунуться в историю и почерпнуть для себя неизвестные факты. Я занимаюсь фотографией уже три года, и Татьяна Борисовна Мухаровская, которая представила эту выставку, она занималась со мной примерно полтора года. То есть сейчас мы с ней просто поддерживаем отношения, она меня приглашает иногда на выставке, вот на свою пригласила. Восчисление именно этой выставки у меня очень хорошее. Какую-то ее часть я видела примерно два года назад. Когда еще занималась Татьяна Борисовна, она нас приводила сюда с другими учениками и рассказывала об этих фотографиях, о местах, об городе. Мне это было очень интересно, потому что я до сих пор интересуюсь историей, и узнать историю родного города, это еще лучше, чем изучать какую-то другую историю. Брест стремительно меняет свой облик. Я живу в центре, но иногда идешь по городу и не успеваешь. Откуда-то берутся новые здания, и все что-то очень быстро меняется. И тем более в свете таких изменений стремительных, я думаю, что такие проекты, вот вроде этой фотовыставки, которая открывается сегодня в нашем интернет-центре, они, значение их возрастает с каждым годом. Чем больше изменений происходит, тем важнее они для поколений, которые не знают прошлого города, не видели. У каждого человека есть свой любимый и дорогой сердце уголок. Для кого-то это маленькая деревенька, для кого-то шумный мегаполис, для кого-то его город, его любимые улицы и дороги. Все это и ценит в родном Бресте фотограф Татьяна Мухаровская, которая на протяжении нескольких лет занимается изучением его истории, и делится с берестейцами своими знаниями, подкрепленными уникальными историческими фотографиями. Ведь именно раритетные снимки свидетельства изменений в городской застройке начала 20 века, именно они показатели скорого развития инфраструктуры нашего города.